Александр Кулешов. Я до того, как стать интеллект-тренером, работал свадебным ведущим, сейчас продолжаю эту деятельность организовывать, и я очень люблю аплодисменты, как виртуальные, так и настоящие. Давайте друг другу поаплодируем, как минимум за то, что мы здесь собрались вот в таком количестве, нас уже за сотню перевалило. Еще разочек приветствую каждого из вас. Для тех, кто с нами впервые, поясню, сегодня день величия, триумфа и славы. Сегодня триумфальное награждение. Так, чтобы было понятней, это мероприятие по типу Оскара. Это мероприятие, на котором выходят люди и выступают люди, которые являются интеллект-тренерами, выступают и делятся своими эмоциями. Знаете, как на церемонию Оскара человек выходит и начинает благодарить маму, папу, брата, тетю, наставника своего, учителя. Вот так же и у нас. Это день благодарности, день, когда мы делимся эмоциями, мы интеллект-тренеры делимся эмоциями, впечатлениями и ощущениями. В принципе, где-то местами даже хвастаемся, где-то местами гордимся. Обо всем по порядку. Давайте сейчас для начала установим, поймем, есть ли связь или нет. Если связь есть, то можно воспользоваться реакциями. Допустим, вот здесь в зуме можно вот так показать. Все хорошо, ничего не прерывается, все отлично. Супер, огонь. Также хочу познакомить вас с тем, что у нас есть чат. В чате можно сейчас проверить, с какого города люди у нас присутствуют. Просьба не скрывать свой настоящий город, а написать тот город, с которого вы прибыли. Таким образом мы поймем, какая у нас география сегодня. Нефтекумск. Привет, город Нефтекумск. Привет. Из Нефтекумска также поступает Армавир. Знаем такой город. Якутск. Приветствую. Новосибирск. Темрюк. Воронежскую область. Сочи. Челябинск. Каневская. Иркутск. Саратов. Энгельс. Надо ускоряться. Орск. Пенза. Краснодар. Ставрополь. Сочи. Краснодар. Балакова. Улан-Удэ. Уфа. Башкакастан. Башкортостан. Ереван. Я даже знаю, кто конкретно. Из Еревана. Краснодар. Витебск. Бескорбная-Армавир. Железноводск. Екатеринбург. Краснодар. Могилев. Беларусь. Это уже по странам. Мы перешли. Давайте просто осознаем масштаб сейчас и поймем, как же круто, что у нас в одном месте сейчас находится не только большое количество людей, но и большое количество людей из разных уголков России. И как оказалось, не только. Давайте еще раз поаплодируем друг другу за то, что мы здесь вот в такой дружной интеллект-тренерской команде, интеллект-тренерской компании, но и не только. Вместе с нашими гостями собрались. Следующий вопрос. Также необходимо будет задействовать чат. Если в большей степени сейчас по городам, я так понимаю, что откликнулись интеллект-тренеры, а вот здесь я попрошу поставить плюс, если ты здесь, если вы здесь. Те, кто с нами впервые, те, кто впервые видят это бородатое лицо, те, для кого вот эта эмблема и вот эта надпись пока еще совсем ничего не значит, те, кто пришел осмотреться, поставьте, пожалуйста, плюс, чтобы мы понимали, есть ли среди нас гости. Сергей, приветствую тебя. Ты в нужном месте осматривайся, осваивайся. Первое время будет немножко горчить, первое время будет легкий налет секты. Это нормально. Потом этот налет начнет улетучиваться, потому что ты будешь понимать, что здесь просто добрые, наполненные, искренние люди, которые каждый день работают над собой и еще к тому же помогают работать над собой другим людям. Дальше Алексей, также приветствую тебя, дорогой друг Алексей, также с нами, также впервые. Давайте поаплодируем тем, кто уже успел поставить плюсы, те, кто пока стесняется, но кто впервые с нами, давайте поприветствуем нашими дружными интеллект, тренерскими аплодисментами наших гостей. Сразу скажу, будут моменты, которые вам будут непонятны, потому что это мероприятие мы в первую очередь делаем для себя. Это мероприятие, как бы мы могли бы оставить двери закрытыми и остаться только в нашем кругу, но мы приняли решение, чтобы не жадничать и, скажем так, в глазок, дверной глазок дать вам возможность подсмотреть за нашей кухней, посмотреть, чем мы здесь, интеллект-тренеры, дышим, и, возможно, вы ответите на какие-то вопросы, которые у вас появлялись. Также приветствуем Стелла с нами впервые, Надежда, приветствуем вас, Ольга, приветствуем вас, Елена также с нами впервые и Татьяна также с нами впервые. Я могу, у меня есть сверхспособность, я могу чувствовать несправедливость, даже, я могу, знаете, почувствовать, что кто-то чувствует несправедливость. Надежда, Ольга и Стелла полностью согласны. Если Алексею и Сергею достались аплодисменты за то, что они поставили плюсы, то вам они также полагаются аплодисменты всем нашим новым людям, всем нашим гостям. Итак, поехали. Города сказал, кто впервые сказал. Шутка про ревик. Ага, шутка про ревик, ее пока не озвучил. Она дальше у меня по программе. Это сценарий, конечно, серьезный. Я просто хотел поделиться. Опять же, эта история, она в первую очередь предназначена для тех, кто с нами впервые. Я недавно впервые сам побывал на офлайн-мероприятии SuperJump. Это мероприятие проходило в Краснодаре, и я поехал туда с супругой своей. И моя супруга, в принципе, впервые соприкасалась с компанией SuperJump, с интеллектренерами и с нашей атмосферой. И первое, что она мне сказала, это, Саш, мне здесь нравится. Они как свидетели Иеговы. В общем, друзья, мы не хотим, чтобы вы нас сравнивали с свидетелями Иеговы, но мы хотим, чтобы вас у нас понравилось. А понравится или нет, это выбор каждого человека. Мы переходим к основной части нашей программы, переходим к делу. Ну, к номер 70, так и написано. Переходим к делу. А, собственно, ради чего мы сегодня собрались? Мы здесь собрались для того, чтобы почествовать, поздравить и услышать тех интеллект-тренеров, которые на прошлой неделе открыли новые ранги. Понимаю, сложно. Давайте разберемся сначала, что такое ранги. У меня второй разряд по шашкам и второй разряд по шахматам. И в шашках и в шахматах есть разряды. И они начинаются с третьего разряда. Третий, третий, потом второй, потом первый. Первый разряд – это круче, чем второй. Второй разряд круче, чем третий. В суперджампе практически такая же история, только начинается все с первого ранга. И дальше, чем выше ранг, тем круче. Что круче? Тем больше опыта, тем больше уверенности, тем большему количеству людей тренер помог, тем большую команду он создал. В общем, давайте так, уровень профессионализма, оно соответствует тому рангу, который человек получает. Если человек находится на десятом ранге, то это значит, он уже мастер. Это значит, что он уже прям профессионал. Если человек находится на первом ранге, то значит, что он начинает только свой путь. Значит, с рангами разобрались, теперь разберемся с тем, кто такой интеллект-тренер. Потому что я уже несколько раз сказал, мы здесь интеллект-тренеры, компания интеллект-тренеров. А кто такой интеллект-тренер? Самый, пожалуй, лучший пример – пример, связанный с фитнесом. Вот есть фитнес-тренер. И когда мы слышим формулировку «фитнес-тренер», мы не задаем вопрос, кто это такой, кто такой фитнес-тренер. Мы все понимаем, что это человек, который помогает другим телам становиться лучше. Так вот, интеллект-тренер – это человек, который помогает другим мозгам становиться лучше. Это человек, который прокачивает, помогает прокачать человеку с помощью также тренажеров, определенных инструментов. Осознанность, дивернентное мышление, ораторское искусство, умение выступать на публике, умение мыслить прозрачно. Интеллект-тренер помогает даже прокачать честность, искренность, порядочность, безотлагательность, дисциплину. В общем, есть определенные моменты, связанные с нашим телом, и там можно много чего прокачивать. И также в нашей голове можно много чего прокачивать, и у нас есть уникальная методика, которая помогает за счет восьми простых упражнений выйти на новый уровень своей жизни. Пробить финансовый потолок, пробить потолок, связанный в взаимоотношениях с родными и близкими людьми, улучшить взаимоотношения в семье, улучшить гармонию с собой. Потому что один из главных запросов, с которым люди к нам приходят, к нам, интеллект-тренерам, это просто перестать беспокоиться и нормально начать адекватно, спокойно жить. И вот интеллект-тренеры помогают разобраться в себе и наладить процессы, которые есть вовне. Вот чем примерно мы занимаемся. Но сейчас я с большим удовольствием передам слово другим интеллект-тренерам, собственно, ради которых мы здесь и собрались, которые открыли первые, вторые, третьи и так далее ранги. Сразу скажу, в основном у нас сегодня будут начинающие интеллект-тренеры. Начинающих интеллект-тренеров в компании больше, чем мастодонтов. И, собственно, с них мы и начнем. Напоминаю, что я очень люблю аплодисменты, поэтому пока я смотрю на того, кого необходимо объявить, я прошу вас поддержать меня аплодисментом. Спасибо. Так, список я нашел. Да, обращаюсь к нашим выступающим. Прошу те, кто сегодня будут вещать, те, кто сегодня будут выступать, пожалуйста, поднимите руку, используйте реакцию Zoom, поднять руку. Нет, не вот так поднять руку, да, это прекрасно. Реакция Zoom, поднять руку, чтобы мы вам дали право на включение микрофона, чтобы вы спокойно включили микрофон. Итак, все, начинаем мы с первых рангов. Кто такие первые ранги, интеллект-тренеры первого ранга? Это те, кто зажгли одно сердце. Что значит зажечь сердце? Это те, кто помогли одному человеку также стать интеллект-тренером. Те, кто подарили одному человеку профессию интеллект-тренера. Первые ранги. И начнем мы с крупной Натальи, город Санкт-Петербург. Наталья, пожалуйста, включайте микрофон. Центральная трибуна в вашем распоряжении. Мы уже вам всем аплодируем. Также хочу сказать, перед тем, как Наталья начнет вещать, хочу сказать о том, что многие сегодня будут выступать впервые. Да, мы интеллект-тренеры, но это не значит, что мы железные. По секрету скажу, интеллект-тренер тоже человек, который также может волноваться. Поэтому не судите строго, для многих сегодняшнее выступление будет дебютом. Наталья, город Санкт-Петербург, фамилия Натальи Крупнова. Пожалуйста, Наташ, если ты здесь, если ты готова вещать, то... Да-да-да, меня слышно? Да, Наташ, слышно. Да, друзья, всем добрый день. Я Наталья Крупнова из Санкт-Петербурга, мне 58 лет. Чуть-чуть расскажу, как я здесь оказалась. Совершенно случайно Оксаночка Бачурина увидела меня в ВКонтакте, а я три года назад похудела, занимаясь нутрициологией, и как-то отреагировала на мой результат. И мы с ней встретились, и почему-то я сразу поверила Оксаночке. Вот не знаю, какие-то чудеса произошли. Но она как бы рассказала, куда она меня приглашает, и мне сразу захотелось. Что мне захотелось? У меня был запрос на устойчивый уровень энергии. Энергия у меня есть, но она что-то куда-то то вверх, то вниз. И на коллектив. И вот оба этих запроса выполнены, ну, практически на 200, 300, 400, 500 процентов. То есть сначала я поверила Оксаночке, то есть я приобрела лицензию интеллект-тренера, тут же вскоре приобрела лицензию мастер интеллект-тренера, тут же вскоре пригласила свою тетушку, у которой куча чего надо прокачивать. Вот. Прошла обучение. И какой результат? Я ни разу не пожалела, что доверилась Оксане практически с первых секунд. Вот прям вот без преувеличения. Вот. Что я получила, кроме ответов на свои запросы? Я получила действительно методику, которой сейчас пользуюсь. Есть какие-то любимые упражнения. И что я еще получила? Я получила чат команды. То есть у меня теперь такой девиз. Если чего-то в течение дня не так, чего-то произошло, ну, скажем так, кое-что забеспокоило, я просто захожу в чат команды. И там я вижу такие горячие сердца, такую поддержку. Просто вау. Мне 58 лет. За 58 лет я впервые чувствую такой прилив энергии от людей, которые, в принципе, меня не знают. То есть это на самом деле очень удивительно. Ну, вот примерно так. Наташа, благодарю за это блистательное выступление. Небольшой спойлер. Вот команда, к которой ты заходишь и благодаря которой ты наполняешься, я уверен, что они то же самое делают. И очень счастливы видеть в этой команде тебя. Потому что твоя энергетика, твой заряд, твой посыл. К тебе уже хочется тянуться. Не верится, что это первый ранг. Хочется дорисовать нолик как минимум. Наталья, благодарю за это блистательное выступление. Благодарю за ту энергию, которой ты с нами поделилась. И хотелось бы подсветить то, что затронула сейчас Наталья. Наталья сказала об окружении. И ведь действительно, одна из проблем человека, который хочет чего-то большего, одна из основных проблем – это окружение. То есть как много есть людей, которые хотят развиваться, но понимают, что люди, которые нас окружают, они не совсем поддерживают наше намерение и стремление стать большим и, допустим, начать жить по-новому. И вот Суперджамп решает эту проблему. Суперджамп – это то сообщество, которое сразу прям дает окружение. Вот, получите. Хотите сильное окружение? Держите. Первое, что человек получает – это окружение. И причем для того, чтобы понять, какое окружение, для этого не обязательно приходить тренером к нам трудоустраиваться. Для этого достаточно прийти на тренировки, и ты поймешь, что ты уже получаешь окружение, которого не видел вовне в принципе. Поэтому, Наташ, благодарю тебя за твое выступление. Увидимся на следующей неделе. Правильно, ты планируешь уже второй ранг открыть. Увидимся на следующей неделе, когда ты будешь выступать уже на втором ранге. А сейчас мы идем дальше. С большим удовольствием я хочу предоставить слово, передать этот микрофон Татьяне из города Домодедово. Татьяна Ишик или Ишик. Возможно, могу допустить ошибку в ударении, но интеллект-тренеры умеют прощать. Поэтому, Татьяна, пожалуйста, тебе слово. Центральная трибуна в твоем распоряжении. Мы уже тебя приветствуем, мы уже тебя аплодируем. С организатора сейчас. Тань, тебе дали, включайте микрофончик. Таня здесь, да? Все, супер, супер. Татьяна, микрофончик нажмите. Слышно? Да, да, да. Благодарю, да. Да, выключен был. Я рада всех приветствовать. Я стилист-мейджмейкер и психолог по образованию. И когда познакомилась с методикой супер-жамп, у меня просто открылось сердце. Я поняла, наконец-то, что мне не хватало в моей работе стилистом-мейджмейкером. Мне шоппинги, разборы гардероба, они давали кратковременный эффект счастья у моих клиентов. Но не зажигалось у них внутри какой-то свет, какая-то энергетика, чтобы они были счастливы, энергичны. И супер-жамп, он мне как раз помог, подсказал путь, как я могу прокачивать своих клиентов и вообще других людей. Я меньше месяца назад пришла на методику. И уже сейчас веду свои марафоны. Сегодня девятый день. Мне не хватило одного человека до второго ранга. Я пригласила трёх людей. Зажгла в моей команде уже восемь человек. Просто ещё пригласили мой наставник. И я вижу, как вообще меняются жизни других людей, как у них, как разгладились их лица, какой свет появился. И меня это ещё больше стимулирует и зажигает. Я благодарю Марию Михееву, которая пригласила меня, которая не сдалась, потому что у меня было сопротивление сначала. Думаю, ну что, вот опять как бы я столько марафонов посетила, я как психолог много развиваюсь. Ну как-то не очень мне понятно. А это произошло потому, что подсознание чувствовало, что именно здесь я найду крутой вообще инструмент, чтобы жить постоянно в ресурсе, постоянно привлекать в свою жизнь то, что я хочу. И поэтому на подсознании у меня какое-то было сопротивление. Но Мария с огромным сердцем, с огромной душой, она меня поддерживала. Она спрашивала, как у меня дела. И мне было, я увидела в ней вот этот вот свет, вот это как её смех заразительный. И, конечно, мне захотелось тоже, чтобы я таким обладала. И думаю, ну что же там такое? И вы знаете, я просто вообще в восторге. Это настолько мне, как психологу, которая прошла много марафонов, и знаю, что действие, эффект есть, пока ты проходишь эти марафоны. И потом пропадает этот эффект, и поэтому снова нужно идти на какие-то марафоны. Здесь же настолько простые упражнения, что они позволяют мне уже месяц быть в ресурсе, постоянно счастливой, и меня всё радует. И Вселенная меня вознаграждает, у меня и новые люди приходят с лёгкостью. И в деньгах стало как-то по-другому, всё легче, всё как-то на магнетизм свой стало притягивать. Невероятные события. Так что благодарю за то, что я с вами, я здесь, окружение просто невероятное. Я согласна с предыдущим оратором, что я тоже здесь получаю подпитку. Суперджамп — это ты постоянно находишься в этом высоком уровне энергетическом, ещё и такое же окружение. Я также люблю свою команду и постоянно в чатах наполняюсь, делюсь, и у меня этот поток просто нескончаемый. Мне хочется кричать на весь мир, ребята. Попробуйте. Я понимаю, что много марафонов у нас в интернете, но попробуйте, посмотрите. И именно на себе. Если хочешь попробовать рецепт нового пирога, то приготовь и съешь его. Вот это правда так попробовать нужно, чтобы самому понять, а тебе это поможет или не поможет. И такого не может быть, что не поможет. Вот я как психолог скажу, что эти восемь упражнений, они затрагивают все сферы нашего подсознания. Мы прокачиваем все сферы. И если вот их в комплексе выполнять, то просто эффект будет невероятный. Благодарю. Татьяна, браво! Крутейшая энергетика от тебя идет. Притягательная у тебя внешность, притягательная улыбка. Я тебе больше скажу, что ты сразу выделяешься, просто мгновенно выделяешься и притягиваешься. Спасибо за тот свет, который ты нам передала. Кому захотелось улыбаться больше после выступления или в момент выступления, Татьяна? Тань, ты стала соучастником счастья. Сотни людей. Твоя улыбка уже поразила нас. Благодарю тебя за это выступление. Касательно того, с чего начала Таня, она ведь сказала, я искала, я искала, то есть что-то не устраивало, хотела, хотела прыжок сделать, хотела сделать рывок какой-то, ходила на шоппинг, но это давало краткосрочный результат какой-то, либо не давало результат вообще, либо как следствие разочарование. Так происходит всегда, когда мы пытаемся найти проблему вовне, когда мы пытаемся закрыть внутренний вопрос чем-то внешним. Ну, то бишь, вот сейчас куплю машину, стану более счастливым. Вот сейчас зарплату повысят, стану более счастливым. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И мы попадаем в синдром отложенной жизни. И этот синдром отложенной жизни будет сопровождать нас всегда, пока мы не примем порядок вещей, а порядок вещей следующий. Меняйся сам, изменится внешне. Начинай с себя. И если хочешь прыжок во внешнем, то сделай прыжок во внутреннем. Вот здесь мы и подступились к теме того, что есть такое суперджамп. Суперпрыжок. Куда? В себя. К себе настоящему. Многие на наших тренировках говорят о том, что последний раз они так себя вели в детстве. И по факту мы ничему, никого не учим. Мы просто помогаем вспомнить, вспомнить себя настоящего. И как тренеры, как наставники посредством простейшей методики и гениальнейшей методики помогаем вернуть себя прежнего. Моему сыну один год, и это самый большой мой учитель. И я понимаю, что то, что я сейчас практикую, меня приближает к нему, потому что у него много энергии, в его жизни много радости. Он исследователь, он изучает, он хватает, он все там, о, вот это да, дверная ручка, хватит ее и давай ее отрывать. Вот, собственно, по факту человек, который проходит суперджамп, он становится таким исследователем, ему снова интересна жизнь. Он наполняется энергией, наполняется ресурсом, совершая тот самый прыжок к себе. Татьяна, еще раз благодарю тебя за твое выступление, за твой свет, за твою улыбку. Ждем тебя на втором ранге, если ты еще пока не сделала его, или сразу на третьем. Давай сразу на третьем. Итак, переходим к следующему выступлению. Екатерина Биджиева, город Железноводск. Екатерина, мы приветствуем тебя. Я приветствую вас, величайшие люди. Меня зовут Екатерина Биджиева, мне 32 года, и я проживаю в городе-курорте Железноводске, это Кавказские минеральные воды. Вот, я уже 8 лет нахожусь в декрете, у меня трое прекраснейших детей. И в суперджамп меня позвала Юлечка Антонова, которая сейчас является моим наставником, еще в сентябре прошлого года. Вот, тогда я проходила тренировки у Саши Кулешова, и мне очень безумно понравилась эта методика. И тогда я вообще была на 9-м месяце беременности, хочу заметить. И эти упражнения дали мне новый глоток в моей жизни воздуха. Вот. И потом я родила ребенка, и как-то, как-то вот это спустилось все на нет. И в январе я списалась опять с Юлей, и она меня пригласила пройти тренировки заново. И я, конечно же, не раздумывая, прошла. Вот. Я прошла, я купила стартовую лицензию интеллект-тренера, и мне захотелось идти дальше. Через месяц я приобрела мастера, и вот сейчас я мастер первого ранга. Я немножко волнуюсь. Так, что еще хотелось сказать? А, я хотела бы поблагодарить мою Юлечку Антонову, мою наставницу, которая всегда поддерживает, которая мотивирует, которая дает не только пряник, но и кнут иногда. Вот, которая всегда рядом. Я хочу поблагодарить всю команду «Кристалл» во главе с Сашей Кулешовым за вашу поддержку, за ваши добрые сердца, за то, что вы всегда рядом. В общем, я счастлива находиться. А мы хотим поблагодарить тебя за это прекрасное выступление, и мы хотим поаплодировать тебе за это невероятное выступление. И что хотелось бы заметить? Катя сказала о том, что она начала проходить суперджа на девятом месяце. На девятом месяце беременности. Катя, скажи, пожалуйста, ты счастлива, что тогда ты не поддалась вот этому? Был момент, что, ну, не сейчас, но вроде как девятый месяц, ну, лучше бы, лучше, может, подождать. Вот был вот этот момент, момент сопротивления? Нет, я всегда, наверное... Катя, а можешь ответить, что был? Был. Все, супер, был. Так вот, друзья, я обращаюсь к тем, кто сейчас раздумывает. У Кати не было сопротивления, но я очень хорошо знаю природу человека, и очень часто нам что-то мешает совершить то, что по итогу будет очень важным для нас момент. Потому что пока не откроешь дверь, не знаешь, что тебя ждет. И очень часто мы не такие, как Катя. Вот Катя, она умница, она идет, девятый месяц, все, она идет, ее ничего не останавливает. Но природа человека так устроена, что страхи какие-то есть, есть какие-то возражения, есть какие-то сопротивления, где-то мы видим обман, где-то мы что-то начинаем подозревать, что-то думать, что все не так, как расписывается, что сейчас вот потеряют деньги. Мы думаем о том, что мы потеряем, но мы не думаем о том, что мы можем приобрести, потому что пока еще не видим. И иногда надо просто поддаться зову сердца. И вот здесь я хотел бы обратиться к Ольге, к Надежде, к Стелле, к Алексею, к Сергею, которые поставили плюсики, и ко всем тем, кто сейчас раздумывает. Просто доверьте своему сердцу, просто доверьте своему наставнику, просто сделайте шаг в неизвестность. Ведь каждого сильного лидера, каждого сильного человека, его отличает умение идти в неизвестность. А вот представьте, если мы не будем идти в неизвестность, мы, получается, вот где родились, там мы пригодились все. Ни шаг вправо, ни шаг влево. И это стагнация. Для того, чтобы совершить какой-то прорыв, необходимо шагнуть в неизвестность. И после неизвестность станет известным. После станет уже комфортным. И зону комфорта не нужно покидать, ее нужно расширять. Как? Через побеги в неизвестность. Вот, собственно, мой такой лидерский совет тем, кто сейчас раздумывает. Не думайте, просто сделайте шаг и совсем скоро мы с вами здесь увидимся, и вы уже будете выступать на трибуне. Тем временем у нас первые ранги выступили, хотя, как вишенка на нашем торте, финальное выступление первого ранга. Минигуль Худайбердина. Пожалуйста, Минингуль, вам слово. Люблю такие моменты. Есть возможность попить водички. Как настроение в целом? Обычно, когда у ведущего на мероприятии есть какая-то заминка, ведущий кричит, как настроение? Ну, здесь я просто спрошу, как настроение. Все прекрасно, все хорошо. Давайте так, мы еще некоторое время выждем. Минигуль Худайбердина. Минигуль, если вы здесь, то подключайтесь к нам. Если нет, то не подключайтесь к нам. Просто знайте, что мы поздравляем вас с открытием первого ранга и желаем вам выступить на втором или на третьем, или на четвертом ранге. Все, все, появился звук. Все. Звук. Звука не было. Извините. Никак не подключался звук. Все прекрасно. Главное, что это случилось. Да, успела, успела. Слава Богу. Центральная трибуна в вашем распоряжении. Спасибо. Меня зовут Минигуль. Я из города Милиуза. Мне, это республика Башкортостан, мне 72 года. Я стала интеллект-тренером по своему, в общем, с великой радостью. Мне очень сильно понравилась эта профессия тем, что она сеет добро. Она приносит людям радость. Не было еще такой профессии на земле, чтобы именно занимались душой человека, именно делали человека изнутри и делать счастливым. Но не было такого вообще. Даже разговора не было. Это же надо. Вот жаль, что мне не 50 хотя бы лет, вот бы вот раньше бы. У меня сейчас какой там 20-й ранг был бы, ребята. Ну, в общем, я очень счастлива, я очень рада. Я благодарю своих наставников, которые меня сюда пригласили. Это величайшие женщины, величайшие девушки вернее, Галина Чендяева, Римма Миколаевичук, Альфья Ганединова. Это жизнерадостные, очень позитивные, очень доброжелательные девушки. Они вот даже долго не пришлось думать. Они так на нас повлияли. Вот у нас несколько человек было. Они нас зажгли сразу. Мы только увидели их сияющие глаза, их жизнерадостные лица, и мы тут же уже были согласны. Мы даже не знали, сколько там надо, что, чего-то еще. Не знали ни про что. Вот просто мы сразу согласились. Что вам понравилось больше всего в нашей методике? Что вас зацепило в методике Суперджампл? Почему вам хочется о ней рассказывать и о ней кричать? Я говорю, знаете, эта методика, она не только, она делает чай. Она... Знаете, она еще главная... Она учит нас держать голову высоко. Она учит нас быть людьми. Настоящими, счастливыми, хорошими людьми. Как он замечательно проводил с нами эту методику, что мы не хотели, чтобы она когда-нибудь кончалась. Вот. И вот с тех пор у нас осанка изменялась. И профессия интеллект-тренер как раз-таки дает людям то, чтобы методика никогда не кончалась. Потому что каждый путь великого тренера это путь ученика. Великого ученика. Потому что каждый тренер это хороший ученик. Каждый тренер это лучший ученик. Менингуй, благодарю вас за ваше выступление. Есть, конечно, один момент, в котором мы должны признаться. дело в том, что никто из состава участников нашего зума, все поверили в каждое ваше слово. Но никто не поверил в цифру 72. Ни один человек не поверил в цифру 72. Поэтому вы хотели 50. Вы хотели 50. 50 это ваша цифра. Это ваша цифра. Поэтому у вас есть еще 50 лет для того, чтобы выйти на 20 ранг. Но я вижу, что с вашей энергетикой три года и вы уже там. Максимум, максимум. Давайте поаплодируем Марине. Бестательное выступление. Спасибо. Вы знаете, вот я недавно смотрел видео Игоря Рыбакова. И Игорь Рыбаков это предприниматель, это бизнесмен, это человек из списка Forbes, это человек, основавший одну из самых крупных в мире кровельных компаний. И он зашел в свою библиотеку и сказал о том, что вы замечали, что в доме каждого миллиардера есть книги. И как вы думаете, он сначала их прочитал и потом стал миллиардером? Или сначала стал миллиардером и потом прочитал книги? Вот смотрите, на что хочу я обратить ваше внимание сегодня. Уже выступило перед нами четыре человека. Вы обратили внимание на уровень их энергии, на уровень их заряда, уровень их счастья. И эти люди все прошли суперджамп. И как вы думаете, они сначала прошли суперджамп и стали энергичными, либо пришли уже энергичными, уже наполненными, уже заряженными и прошли суперджамп. Выбор остается за нами. Но тот факт, что глаза наших участников светятся, тот факт, что наши участники испытывают эмоции, говорит о том, что, видимо, наша методика работает. Итак, друзья, мы переходим ко вторым рангам, но перед этим хочу еще разочек поздравить с крутыми выступлениями все первые ранги и пожелать скорейшего возвращения на эту же трибуну, но уже на следующем этапе своего пути. Я заговорил за энергию, уже мы коснулись того, что такое методика, и здесь хотелось бы простым языком пояснить, что такое суперджамп и что он дает. Мы поговорили о том, что это прыжок, это прыжок к себе, но для чего нам этот прыжок совершать? Конкретно у кого-то из тех, кто с нами впервые, возможно, есть вопрос, что такое суперджамп? Отвечая на этот вопрос, есть пример, который мы с интеллект-тренерами очень часто используем, этот пример связан с телефоном. Телефон это очень полезная вещь. С помощью телефона можно звонить, писать, наложать коммуникации, можно выстраивать бизнес, можно строить взаимоотношения, с помощью телефона можно даже предложение руки и сердца сделать, можно с партнером контракт какой-то заключить. В общем, телефон это очень полезная штука, если телефон заряжен. Если телефон разряжен, то это превращается просто в кусок железа и пластика, или там из чего он собран. Вот так же и человек, если человек заряжен, то он может творить великие дела, то он может строить компании, строить взаимоотношения, то он может созидать, создавать и даже для того, чтобы жене цветы пойти в магазин и купить, необходима зарядка. И вот наша методика, наш SuperJump, он как зарядное устройство для телефона, только зарядное устройство для человека. Powerbank для человека. И что важно, вы с наставником расстаетесь, методики проходите, с наставником расстаетесь, а Powerbank остается с вами. Почему Powerbank именно? Потому что те инструменты простые, мы их передаем и дальше они с вами. То есть все, вы Powerbank взяли, и он с вами, вы дальше его сами используете. Вам не надо подходить к розетке, вам не надо, как, знаете, вот есть история, когда ты наставника приобрел, у меня была такая ситуация, когда я долго проходил коучинг, и я понял, что пока я прохожу коучинг, мне нормально, мне хорошо. Как только со мной наставник расстается, все, я не знаю, у меня точки опоры сорваны, я не знаю, куда идти, я даже решения принять не могу. Вот наша методика устроена таким образом, что вы становитесь владельцем этой методики, вы сами ее можете применять, и сами эти упражнения можете даже передавать, даже делиться с друзьями и родными, и даже обучать этим простым упражнениям других. Итак, те, кто уже обучает, те, кто уже транслирует нашу методику другим и передает ее в массы, вот, и мы возвращаем слово, вторые рамки, те, кто зажгли уже, ну, от одного сердца, то бишь, те люди, в чьих командах уже есть люди, те, те люди, которые уже владельцы, ну, по факту, своего университета с рабочими местами. Я недавно переехал в эту квартиру, и я встретил на лестничной площадке женщину, и она меня спросила, а кем я работаю? Я думал, как ей так ответить, чтобы она поняла, кем я работаю? Я говорю, у меня свой университет. Она говорит, а вам уборщица не нужна в университет? Я говорю, уборщица не нужна, вот, но тренеры нужны, поэтому, возможно, мы с этой женщиной еще и пообщаемся. В общем, это владельцы университетов своих, которых не нужны уборщицы. Итак, передаю с большим словом, с большим удовольствием, слово вторым рангом, а именно Олеся Сиукаева, город Сергиев-Пасад. Наши дружные овации. Приветствую всех. Меня слышно? Да. Отлично. Да, ну, хочу представиться, значит, еще раз. Меня зовут Олеся, я из прекрасного города Сергиев-Пасад. мне 40 лет. Я, у нас, значит, небольшой семейный бизнес в сфере строительства, а также я являюсь мамой двух очаровательных дочек. Как пришла в Суперджамп, хочу рассказать. Ну, у нас здесь тоже такой, так сказать, семейный подряд. Супруг я и наша мама, дорогая, мы все вместе здесь. Вот, на первопроходце был супруг, то есть, да, как раз здесь предыстория, откуда это мы все узнали. Его пригласил, его зажег его партнер и друг Владимир Дубовников, да, но мы тебе сразу такие высокие цены ставим, ну, и что, мы сразу тебе купили лицензию про интеллект-тренеров, чтобы сразу достигать уже, ну, ставить себе высокую планку опа. Но первопроходец, как я сказала, думает супруг, он сейчас уже на третьем ранге, стремится к четвертому, вот, и так получилось. Что тебе понравилось в профессии, Олесь, расскажи, пожалуйста, что тебе понравилось в профессии, почему ты здесь решила остаться, что тебе откликается в том деле, которое ты сейчас ведешь? Ну, я проходила очень много на самом деле курсов, и я еще и в хьюман-дизайне, значит, но мне что здесь понравилось, что здесь методика очень простая, и она, знаете, подходит, во-первых, к каждому человеку, независимо от возраста, от пола, и мне очень нравится, вот представьте, наше тело, это, ну, грубо говоря, ну, сейчас все время было понятно, это наша машина, мы же что любим, чтобы машина классно выглядела, как и была внутри тоже такая мощная, классная, и вот все упражнения, они как раз-таки построены, чтобы усовершенствовать нашу машину, как изнутри, внутри, да, наполнить ее каким-то новыми, там, двигатель покруче, да, там, я не знаю, начинку, да, так ее сделать круче, постоянно апгрейдить, и так же на внешне, чтобы у нас и внешне наш, как, как это мужчина называют, да, вот эта внешность машины, тоже она у нас была всегда блестящая, новая, красивая, да, то есть все у нас, какие-то штучки там подновесить, да, все, где-нибудь сделать, то есть вот это все вот здесь есть, причем это не нужно на это выделять много времени, то есть это очень все гармонично внедряется в нашу вот жизнь, это все делается быстро, и я говорю, здесь вот, и такой заряд позитива идет, то есть ты, ты начинаешь светиться изнутри, и ты начинаешь этим заражать других людей, так, как я из нашей семьи последняя проходила, я буквально, вот у меня два дня закончился, мой тренинг десятидневный, я очень благодарна нашим тренерам, это Полине и Дмитрию, они вообще супер, вот несут такую вообще энергетику, просто, я не знаю, у нас была обалденная команда со всех частей, я могу сказать, мира, даже с Калифорнии, вот, то есть это такое еще и общение идет, и обмен опытом идет, ну, то есть это вообще очень круто, и, ну, вот, со второго ранга, знаете, если честно, можно сказать, докатилась даже, не осознавая это, потому что просто хотела своим друзьям, вот, с ними поделиться вот этой частичкой доброты, света и энергетики, знаете, всегда звучат в голове такие слова, дарите радость людям, чтобы быть еще богаче, вот, вот, знаете, это вот, наверное, вот здесь, от сердца, от сердца, именно ты хочешь, чтобы человек вышел из этого дня цурка, который у него постоянно, чтобы он стал на свой путь героя и продолжил его, вот, уже в энергии, в свете, то есть, вот, ребят, вот вам сюда, честно, как минимум, прокачайтесь, это 100%, так что благодарю. Олеся, браво, аплодисменты тебе, давайте поаплодируем нашей шикарной, очаровательной, уже звезде мирового масштаба. Олеся, ты в нужном месте, абсолютно точно, вот, более того, мне кажется, что SuperJump создавали его под тебя, а есть Олеся, вот надо для нее создать компанию, вот, вот, Олесь, держи. И дело в том, что у каждого и здесь присутствующих есть ощущение, что SuperJump создавали под него, специально делали под него. Почему? Потому что в SuperJump есть все. Один из наших партнеров однажды сказал, что SuperJump это аптечка, в которой ты можешь найти вот просто все, вот, аптечка для всего, вот, любое решение, любая проблема. Если у тебя болит сердце, вот тебе, пожалуйста, сердце не болит. Если у тебя болит душа, вот тебе, держи. Если тебе нужны финансы, вот держи. Все, все будет. И Олеся важный момент сказала насчет семьи. Она похвасталась тем, что она уже не первая, кто, если она в семье, ее прошел тренировки. И вот еще один плюс, очевидный плюс нашей методики, что его можно, этот бизнес, вести с семьей. Ну, если моя теща сейчас находится в эфире, она является частью моей команды. Моя супруга сейчас находится вот там в соседней комнате, и она также является тренером Суперджан. Поэтому, если у вас вдруг есть такое возражение, что, мол, это не для меня, это для каждого. Это для каждого. Это для тещи, для жены, для сестры, для брата, для камазиста, для кассира, для видеографа, для медика, для тренера, просто для безработной мамочки. И те, кого я сейчас перечислял, они находятся здесь, в Зуме. Суперджан создан для простых, обычных людей, но, внимание, с добрым сердцем, с добрым сердцем. Это важная поправка, потому что желание помогать людям, желание отдавать, это необходимое условие для того, чтобы у вас здесь получилось, для того, чтобы вам методика откликнулась, именно профессия откликнулась. Итак, идем дальше. Следующее наше выступление, также у нас второй ранг. О, где-то я слышал эту фамилию уже. Силукаева Валентина, город Сергеев-Посад. Возможно, мы сегодня всю семью увидим. Валентина, пожалуйста, центральная трибуна в вашем воспоряжении. Добрый день, уважаемые пользователи Суперджампом, участники, тренеры и все добрые люди, улыбающиеся, такие прям прекрасные люди, заряженные положительной энергией. Значит, мне 61 год, я Валентина Силукаева из города Сергеев-Посад, мне 61 год. Я пенсионер, домохозяйка, то есть последние 10 лет я занимаюсь домом, детьми. И, конечно, самое большое достижение в моей жизни это двое моих детей, дочь и сын и шестеро внуков. Ну и как бы жизнь шла чередовством. Конечно, вы понимаете, что возле меня заряжены хорошие, очень прекрасные энергии мои дети. Я живу вместе с ними. И потому как бы еще 10 лет назад как бы пытались во мне разбудить боли и донести то, что не доносили и никогда нам не говорили в наши молодые годы. Об этом никогда, никогда. кто ничему не учил и не говорил. Вот. Ну и где-то в 18-м году и по 21-й год, но прошла череда событий у меня таких не очень прелестных. И произошло эмоциональное выгорание просто внутри. Да, рядом со мной дети, да, заряжают, я живу, как бы все хорошо, но настроение внутреннее никакое. Конечно, пытаются меня там везде. Я с ними, помощь огромная, потому благодарность великая им. Вот. и приходит Алексей и говорит суперджамп, это палочка-выручалочка. Вот. И говорит, пойдешь? Если бы сказал, что нужно что-то продавать, мне научат что-то продавать, я бы не пошла, наверное. Но когда сказал, вот просто вопрос, он знает что там делать? Там чистят мозги и просто прокачивает интеллект. Стало интересно. Вот сюда я пойду. Вот. Ну, и естественно, пошли занятия. И первое занятие, которое прошло, то есть самое простое, на улыбку, и проулыбавшись целый день со смайликом, как положено, утром просыпаюсь, и я понимаю, что этот день у меня просто, он меня расслабил. Вот так как не расслабляли меня даже уколы, которые делали там для расслабления мышц, так как ты скукоженный весь, подавленный. Вот. И я поняла, что это очень интересно, что дальше простые упражнения, все дальше и дальше, это все лучше. Вот. И, понятно, разбудили. Разбудили эмоции, когда была визуализация. И я понимаю, что мне говорят о том, что построить там дом, и у меня, знаете, такое состояние, я куда-то улетела, и у себя уже я пошел, пошел такой, знаете, стена стала просто, стена. Как я построю, как я могу, ну ладно, дети, построю. Это у меня, и я сама себя уже остановила. Так, убрала эти мысли, и делай свою визуализацию, то, чего ты хочешь. Вот. Срабатывает, очень хорошо срабатывает, вообще наступила такая легкость, и, конечно, срабатывает очень сильно то, чего я не знаю. Я читала, мне дети давали и фильм «Смотреть секрет», и читала там «Зеланда», но не заходила, не заходила. Может, пришло время, может быть, все-таки, и, скорее всего, я понимаю, что, наверное, суперджамп – это то, чего не хватает, не хватает, наверное, всем из нас, общения, общения, и вот этот обмен энергиями, добрыми, добрыми, чистыми, вот, простыми. И сейчас, как вот немножко, как бы у нас стоит вопрос, почему вы стали интеллект-тренером, да, захотели там эту работу иметь или что-то. Знаете, честно говоря, я не задумывалась об этом, что я буду интеллект-тренером, не буду, и как это дают. Конечно, это немножко заслуга моих детей, которые, в общем-то, помогли, да, вместе объясняли и знакомым, как говорится, как это здорово. Но сейчас, когда, вот именно в занятиях, когда дошли до сверхцели суперджампа, я была поражена, потому что вот это, вот эту мысль, спасти человечество от самоуничтожения и прекратить уничтожение нашей природы, я нигде этого не слышала. И просто это заряжает, и потом понимаешь, да, мне хочется это делать, мне хочется донести до людей, до своего окружения, может быть, дальше. Но, конечно, хочется научиться делать так, как делаете вы, интеллект-тренеры уже обученные, со своей энергией мощной такой. Конечно, занятия, которые нам проводили наша команда, это Георгий Брославский, Дмитрий Крижевич, Игорь Снаров. Ребята обладают такой энергетикой, такое взаимопонимание, вот такая доброта, и, знаете, переживательные такие ребята, вот просто переживательные. Мы буквально позавчера общались с Георгием, опять, ну, за чашкой чая, как говорится, собирались. И вот, когда поступило предложение собраться, конечно, удивлен, и приятно, очень удивлен, о тебе не забывают. И вот хочется расти с вами вместе, хочется общаться, хочется нести все это. Команды очень сильные, интеллект-тренера очень сильные, это все так доносится прекрасно, что просто вообще, и, конечно, хочется пожелать всем расти, всем не останавливаться и разбудить наш мир, да, просто разбудить наш мир. Я вас всем люблю. Валентина, вы разбудили наш внутренний мир своим выступлением, аплодисменты, Валентина. Валентина, вы сказали насчет того, что, конечно, вот хочется так же, да, как вы, интеллект-тренера. Да, да. Вот, вместо вы говорите мы. Хорошо? Хорошо. Потому что почитайте в чат, почитайте в чате, и вы увидите, что вам пишут, и вы поймете, что вы давно уже тот человек, которым хотите стать. И вы становитесь тем человеком только тогда, когда себе разрешаете. Поэтому вы уже большой лидер, вы уже большой наставник, вас уже заслушиваешься, все уже получается. Давайте еще разочек поздравим Валентину с открытием второго ранга. Я так понимаю, что третий не за горами, поэтому до скорых встреч. Будем стараться. Да. Спасибо. Идем дальше. Финалить на втором ранге у нас будет представитель из города Орск Елена Никонова. Наши дружные, теплые аплодисменты, овации нашей Елене. Лен, пожалуйста, центральный трибунок в твоем распоряжении отвечает. Всем добрый день. Меня зовут Никонова Елена. Мне 60 лет. Меня слышно, хорошо? Да, да. Слышно. Я пенсионер. Вы не услышали, 40, да, вы сказали? 60, 60, уже 60. Я... Концу эфира будет 40. Да, да, да. Я пенсионер, но работаю. Вы знаете, мне посчастливилось в 2003 году работать в компании Владимира Довгани. Еще тогда мне нравились тренинги по саморазвитию, по психологии, помогать людям, обретать веру в себя, в свои силы, быть здоровым. Ну, естественно, побеждать страхи, быть уверенным в себе. И последнее время я даже сама записывала ролики и выкладывала YouTube, ну, вот, как победить страхи и так далее, и так далее. Ну, поняла, что один в поле неволи. И вселенная услышала меня, мой посыл, и ровно две недели назад меня пригласила в Суперджамп Елена Кушнарева, моя наставник. И так интересно произошло, что в 2003 году приглашала я ее, а теперь пригласила она. Я ей чрезвычайно благодарна. А ее наставникам является Наиля Китаева. Спасибо ей огромное. И, конечно, самая глубокая признательность лидеру компании Суперджамп, Владимиру Викторовичу Догову, который дал нам такую возможность. Ну, это... Я считаю, что это суперчеловек. За пять дней тренингов я очень изменилась. Энергии хоть отбавляй. Появился смысл жизни. Помогать людям. В компании очень круто. Мне нравится. И у меня получается. Я считаю, что получится у всех, кто захочет этого, у кого будет желание. За две недели я смогла сделать интеллект-тренер второго ранга. Я очень благодарю за это мою звездочку, которая пошла за мной, Алена Бадак, за ее веру в компанию, ну и за веру в нас, конечно, пригласителей. Планов у меня очень много. Моя задача привлечь в нашу компанию Суперджамп тысячи лидеров, чтобы они вместе с нами помогали расти и развиваться, приобрести еще больше здоровья, еще больше уверенности и, конечно, еще больше доходов. Суперкоманде Джамп. Благодарю за счастье быть с вами здесь. Спасибо. Елена, спасибо за это выступление. Давайте поаплодируем Елене, которое совсем недавно, кстати, исполнилось 40 лет. Перейдем к следующей части нашей программы. Друзья, завершились выступления вторых рангов. Мы переходим к финальной части. У нас будет одно выступление, выступление третьего ранга. Почему необходимо, почему будет необходимо посмотреть, послушать остаться? Во-первых, это выступление третьего ранга. Третий ранг это уже совершенно не случайность. То есть третий ранг это уже прям человек здесь серьезно и надолго. Третий ранг это значит, что много опыточек уже получил, много шишек набил, много других тренеров воспитал. Это все третий ранг. Но перед тем, как я передам микрофончик нашей прекрасной, прекрасному интеллект-тренеру третьего ранга, я хочу сказать о том, что сразу после выступления, в финале нашего мероприятия, я расскажу о том, как можно будет получить один подарок от того человека, от того человека, который вас пригласил. Сразу скажу, подарок, этим подарком будет являться книга. Вот кто меня знает очень давно, и даже те, кто меня знает недавно, знают, что мой самый любимый подарок, это книга. И я действительно считаю, что вот если хочешь что-то подарить человеку, подари книгу, потому что книга, это фактически новая жизнь. И вот также наш суперджамп, это новая жизнь. А представьте, если книга про суперджамп, то это сколько новых жизней получается, потому что один плюс один равно одиннадцать, как мы знаем. Итак, перед тем, как мы начнем раздаривать книги, слово предоставляется третьему рангу Кушнарева Елена, город Орск. Лен, пожалуйста, центральная трибуна в твоем распоряжении. Добрый день, я приветствую всех участников нашего мероприятия. Меня зовут Елена Кушнарева. Я теперь боюсь говорить возраст, ну ладно, потом скажете. Мы угадаем сейчас. Напишите в чат, напишите в чат, сколько Елене лет на вашем счете. Ну ладно, хорошо, я не буду говорить, напишите, читаю. Больше 30 писать нельзя. Итак, Лен, пожалуйста, да, я Елена Кушнарева, я живу в городе Орске, я имею высшее образование экономическое, всю жизнь отработала, ну, мне 41 лет трудового стажа, 41 год вернее. Вот, и знаете, вот моя вся трудовая деятельность, она была во взаимодействии с людьми. Вот просто, я просто горела все время с людьми, всегда было много народу вокруг меня, где-то помогала, где-то разъясняла, где-то что-то. И вы знаете, ну, случилось такое время, когда надо было идти в отставку. Я, если так коротко сказать, я налоговик в отставке. Вот, и когда я вышла, ну, как бы на заслуженный отдых, я так рада была, не сказала, на этом. Думаю, господи, наконец-то все закончилось. Я теперь сама себе принадлежу. Я теперь хозяйка, самой главной королевы своего дома. Я теперь буду, ну, ухаживать за домом, за семьей, за садом, за розами. Ой, какие у меня были планы. Вы знаете, посидела буквально два или три месяца. Вы не представляете, как мне стало плохо. Моя жизнь превратилась, вот, вы знаете, вот в никчемность. Я теперь всем говорю, не торопитесь на пенсию, живите, горите, потому что здесь ничего хорошего нет. Вот. И вы знаете, ну, естественно, я начала искать какие-то возможности для себя, да, и хочу вспомнить вот здесь вот такую поговорку. Что знаю, не хочу, а что хочу, не знаю. И вот я мучилась, думаю, ну, вот чем-то надо себя занять, потому что меня не устраивал тот образ жизни, который у меня получился. Вот это вот недостаток общения, недостаточной энергии. Я чувствую, что я как-то начала проседать, и думаю, здоровье начало проседать, думаю, да что же такое-то, мне так мало лет, я такая молодая пенсионерка, думаю, ну, что же такое, что же это делать. Вот. И в итоге, вы знаете, через некоторое время, так как вот я теперь это понимаю, ушел от меня запрос, и запросов от меня было много. И я думаю, ну, вот найти бы какую-нибудь такую вот работу, занятие, чтобы в интернете, чтобы дома, чтобы вот, ну, как-то и семье внимание уделять, и было время на работу. То есть у меня было вот такое вот желание. И вы знаете, пришла моя подруга с новостью, что есть такая ассоциация, что есть такие тренировки, что есть такие тренинги, но я же умная, я же как всегда, как и все, я начала просто отказываться. Мне это не надо, у меня все хорошо. На мне была надета маска, такой вот, что я такая успешная, что я такая, а за этой маской у меня лежала, пряталась израненная душа. У меня была полная неудовлетворенность моей жизнью. И вот я прям хочу сказать, прям благодарность объявить своему наставнику, Наиле Китаевой, что она нашла способ усадить меня на тренинг. Вы знаете, как я брыкалась. Вы знаете, когда я первый день садилась на этот тренинг, на занятия, я прям говорила, зачем мне это надо? Да что это на мое время? Мне время жалко, лето, огород, у меня тут столько дел. Но слава тебе, Господи, я попала к Егору на тренировку. И вы знаете, ну это же, это же мастер, это же гуру, это же вот человек, который, ну чуть-чуть меня младше, будем так говорить, так как возраст, мы еще не написали сколько. Вот. Ну как он зажжет мое сердце, боже ж ты мой, как я посмотрела, как он умеет управляться с людьми, как он открывает их. Ведь люди вышли, выходили как ракушки вот с его тренингов. И я прям благодарю вот Егора, но за то, что вот он такой вот гуру, такой лидер мощнейший. Ну и что? Ну я, конечно, прошла эти тренировки, эти 10 дней. Что я получила? Получила я что? Ну мне понравилось окружение. А мы знаем с вами, что 90% наших успехов, оно зависит от нашего окружения. Я получила результат по здоровью. Вы знаете, вот мучилась давлением, три раза в день мерила, этот тонометр не выпускала из рук, пока я отдыхала. А теперь-то я уже не отдыхаю, я теперь и бывший пенсионер, и здоровый человек, все. И теперь, вы знаете, я его в руки не беру просто от слова совсем. А нет необходимости такой. Куда-то ушли мои головные боли, они просто не попрощались со мной. Я получила такой запас энергии, вы знаете, у меня такое ощущение было. Вот представьте ситуацию. Август месяц, зреет угрожай в огороде, все надо поливать, все надо консервировать, тут порядок дома надо наводить. Тут, вы знаете, у меня такое ощущение было, как будто у меня семь рук было. Вот такое ощущение, вот как это вот рисует какое-то божество восточное, семью руками. Вот настолько была энергетика у меня, думала, да господи, ну это, думаю, это все пройдет, это неправда, и это все кончится, это же ненадолго все. Вы знаете, думаю, не буду принимать решение, хотя мне очень понравилось. Думаю, ладно, я подожду немножко. Как будет моя энергетика? Проседать, я ожидала этого. В итоге, в начале сентября месяца я чувствую, что у меня все это только, ну, применяю упражнения, наше упражнение «Будь здоров», который дает нам здоровье, и чувствую, что у меня это состояние не проходит. Я звоню своему наставнику и говорю, ну, приходи, мой наставник, будем оформлять, заходим на самую крутую лицензию тогда, когда было. Это чтобы не было пути назад, потому что вперед и только вперед. Вот. Ну, и вот таким образом я попала в профессию. Я очень рада, что я получила профессию интеллект-тренера. Я зашла, и через две недели мы со своими подругами, со своим наставником мы запустили первые тренировки, которые преподавала я. Ну, конечно, это было начало, это было интересно, это немножко было, может быть, не так профессионально. Вот. И даже, знаете, у меня еще и не было рангов никаких, но я почувствовала, что да, я сюда пришла надолго, я сюда пришла навсегда. Почему? Потому что, ну, знаете, вот даже многие уже говорят, ну, нет больше возможностей в нашем мире, где можно себя так развить, да, и оба крыла, и духовные, и материальные. То есть, я раз то развиваюсь, да еще и при этом я получаю деньги. Вот, можно сказать, ну, как бы не сильно быстрым темпом я иду, но тем не менее, те доходы, та команда, которая у меня есть, конечно, хорошая весомая добавка к нашей пенсии. Ну, это здорово, и это только начало пути. Вот, поэтому я, знаете, я вот здесь осталась ради окружения, а когда стала еще профессиональным интеллект-тренером, да, еще и личные школы долго не проходила. Ну, это же классно, это же заряжаться у миллиардера, получать его энергию, получать его опыт, не тратя свое личное время. Ну, это дорогого стоит. Вот, и я, вы знаете, я что увидела, вот что меня как бы сподвигло остаться здесь навсегда. Я очень сильно переживала за то, что происходит в нашем мире, то, что идет под лозунгом «разделяй власть». И я думала, ну, где же, где же инструменты, как же вот это все перевернуть, чтобы это с головы, ну, поставить на ноги, как и должно быть. И я увидела вот эту платформу, которая просто объединяет людей разных национальностей, разных профессий, разных, даже противоборствующие стороны объединяет. Поэтому я увидела вот здесь, и я осталась здесь навсегда. Вот. И я хочу сказать, что опыт проведения наших тренировок, вот мои, да, я увидела, сколько людей выходит заряженными, как они открываются, сколько я получила благодарностей. У меня уже своя копилка этих отзывов, видеоотзывов. Я их периодически просматриваю, когда бывает, ну, что-то такое настроение или что-то такое. Как можно уйти от этого? Как можно не нести людям пользу? Поэтому я здесь и есть, и буду. И я хочу поблагодарить, конечно, своих звездочек, которые пришли ко мне, потому что ранги можно получать только в команде. Сам ты тут ничего не построишь, мы сильны командой. Я хочу поблагодарить свою яркую звездочку Светлану Бекмурзину, которая поверила в компанию, поверила в ассоциацию, в методику и купила лицензию про интеллект тренера. Я благодарю свою яркую звездочку, которая когда-то зажгла меня, а теперь зажгла я ее, Елену Никонова, которая вот так влетела и за неделю сделала второй ранг. Так что я благодарю всех, я благодарю участников моей учебы, которую я провожу. Но особая, конечно, благодарность наставникам, всему наставническому ряду. Это Маяна Ильяхи Китаева, это величайшая Хасана Элимбетова, это наша величайшая королева Минизар Рахмактулина, Егор Белозеров, это прям вот отдельное, вот прям вот сердце, сердце Егору. Егор, ты супер у нас. И, ну, естественно, конечно, Владимиру Викторовичу Довганю. Вы знаете, когда-то у моей мамы уже нет в живых 10 лет, и когда-то я ее знакомила с компанией Довгань, да, через нее я вошла в эту компанию, и она сказала, Лена, мне кажется, этот человек, у этого человека великое будущее. У него такие задумки, вы знаете, вот просто я получила благословение от своей мамы. И вот когда я услышала про этот проект, когда я поняла, какие здесь сверхцели, какие тут ресурсы задействованы, какая помощь идет людям. Ну все, ребята, я теперь с вами и навсегда. Все, я сказала все, благодарю всех, передаю слово нашему спикеру замечательному, Александру Кулешову. Елена, благодарю вас за выступление, наши аплодисменты вам. Я под впечатлением, я не понимаю, почему я веду, а не вы, потому что вы бы справились блистательно с этой задачей, но, возможно, я здесь нужен для того, чтобы мы все-таки выяснили, сколько вам лет. Дело в том, что я изучил внимательные ответы в чате. Так. Но точные цифры мы не знаем. Но по подсчетам вам примерно от 16 до 65. Вот где-то, где-то в этих пределах. В этом диапазоне. Да, в этом диапазоне. Я прям одну секундочку добавлю. Вы знаете, вот глядя даже на себя в зеркало, я вижу, как я молодею. Это вот говорит о чем? Это говорит о том, что наша методика просто суперская, она очень рабочая. Поэтому кто хочет, залетайте. Кто первый раз услышал эту информацию, не откидывайте, как я ее вот сопротивлялась. Это надо просто пройти, попробовать и увидеть все плюсы внутри. Все. В таком случае поправка в возрасте не от 16 до 35 вам. Вам от 35 до 16. Примерно. Елена, благодарим вас за выступление. Друзья, я написал, у меня здесь есть 15 пунктов, чем хорош наш бизнес. Но я хочу просто, я не знаю, задать вам вопрос. Нам надо еще что-то, что-то кому-то нам надо доказывать или уж пусть мы эмоции передали, мы эмоции передали, а там пусть люди, которым откликаются наши эмоции, наша энергетика, наш заряд, наш энтузиазм, наш оптимизм. Звоните, срочно звоните тем людям, которые вас сюда пригласили и разбирайтесь, что это такое вообще. Суть нашего сегодняшнего мероприятия не показать тем, кто с нами впервые, насколько мы хороши. Суть нашего мероприятия здесь еще раз объединить наш коллектив, еще раз показать друг другу и подсветить те моменты, благодаря которым мы здесь. Еще раз влюбиться. Вы знаете, у меня есть такая традиция, я стараюсь каждый день влюбляться в свою жену. То есть каждый день делать новый выбор. То есть каждый день делать предложение своей жене. Каждый день. Каждый день делать выбор тому, кто рядом. И вот для нас триумфальное награждение это как день, когда мы снова влюбляемся в проект. Это мероприятие, на котором мы снова можем осознать, почему мы сделали предложение Суперджан. Вам ваш наставник, вам ваш друг, человек, коллега, добрый человек, который скинул вам ссылку на сегодняшнее мероприятие, делает предложение. А вы можете согласиться или нет. Когда моя супруга приняла предложение руки и сердца, после этого мы составили добрую, светлую, счастливую семью. Совсем скоро у нас появился сын. Когда я принял предложение своего друга и наставника Егора Белозерова войти в этот проект, я тоже сомневался, я тоже не знал, куда я иду, но я знал того человека, который меня пригласил. И я пошел навстречу приключениям, потому что доверился ему. И сейчас я пробил свой финансовый потолок, укрепил здоровье, укрепил гармонию во взаимоотношениях, стал более добрым человеком, разобрался в себе, в своих мыслях и выстроил другие совершенные цели. И я получил гораздо больше, чем то, что мне изначально предлагалось. Поэтому выбор за каждым из вас по поводу подарка, финальный момент на сегодня, по поводу подарка, для того, чтобы получить в подарок книгу, книгу, которая посвящена нашей методике, необходимо будет направить слово, слово смс-сообщение, сообщение ватсап, телеграм, куда удобно, своему человеку, вот который вас пригласил, либо своему наставнику, слово доброта. Вот это хорошее, доброе, высоковибрационное слово доброта, направляйте человеку, направляйте доброту человеку и в ответ вы получите добрый подарок. С вами были интеллект-тренеры Мировой Ассоциации Интеллект-тренеров Суперджан, с вами были люди с добрым сердцем, с добрыми, искренними, светлыми намерениями. Ждем вас в нашей команде, ждем вас на наших тренировках и увидимся на следующей неделе на Триумфальном награждении. Всем пока-пока.